здравствуйте друзья меня зовут дмитрий тюхтяев мы снова в студии альянс медиа сегодня весь наш выпуск будет посвящен пристрелки оптики установлены на нарезной карабин мы специально выбрали две таких ярких винтовки от компании чизит это чизит 457 лакрыв он который набирает популярность нашей стране а также карабин bergara b14 h мр в калибре 308 винчестер он тоже набирает популярность хорошая винтовка устанавливать не будем на них оптику от компании miopto оптика 6 и на тот и на другой использовать будем для bergara вот такой вот моноблок spur от компании spur и швеции sp3006 для мелкашки используем обыкновенные кольца стандартные стальные для bergara также мы будем использовать планку потому что нужно на планка будет установить этот моноблок на столе вы у меня видите специальные приспособления для установки небольшой инструмент во второй части нашего видео я постараюсь поделиться с вами опытом холодной пристрелки это очень важно подготовить оптику для пристрелки на стрельбище или в тире чтобы как можно меньше меминизировать вот эти лишние выстрелы для пристрелки уже конкретно по мишени на большой дистанции приступим к установке любую работу с оружием мы начинаем с извлечения затвора магазина и визуальной проверки данном случае я трогаю вход в патронник пальцем нет ли боеприпасов в патроннике безопасность прежде всего сейчас у нас винтовка освобождена от всего лишнего патронники у нас ничего нет и мы можем приступить установки оптики давайте я сейчас расскажу вам минимально какая будет очередность установки сначала мы на данные карабин на bergara b14 установим вот такую планку планка разнопольная вы видите что задняя часть немножко выше и винтики соответственно у этих частей разной длины потом на эту планку мы установим прибор для более удобной установки оптики это два уровня когда выставим винтовку по уровню установим на эту планку уже моноблок от компании споры швеции и далее на этот моноблок мы установим прицел от компании миопта оптика 6 миа про четыре с половиной на 27 на 50 rd ffp оптика очень хорошая качественная мы сделаем так чтобы не повредить идеально выставить и все очень аккуратно сделать как предыдущем видео я уже говорил данный моноблок имеет такую достаточно большую мощную основу хоть и фрезерованную для облегчения и данная производитель спор не советую делать прикирку колец потому что во второй части где мы будем устанавливать оптику на малокалиберную винтовку все-таки прикирку колец я буду делать посмотрим как данный моноблок встанет на планку и используя цитирующие цилиндры посмотрим совместимость вот этих двух полу колец которые находятся на расстоянии на этом моноблоке если будет все качественно то мы соответственно будем сразу же устанавливать оптику без притирки и так каким образом устанавливается планка вы видите что на карабине уже на ствольной коробке сделано отверстие с резьбой ответные отверстия с резьбой под эти винты сделаны на самой планке и для того чтобы правильно ее установить не нужно обязательно приклеивать данную планку как многие советуют и видео и в различных комментариях на разных форумах если правильно установлена планка если она садится качественно на поверхность вот этой ствольной коробки никаких приклеиваний делать не обязательно мы просто используем для фиксации данных винтов этой планки хороший качественный резьбовой герметик я работаю с резьбовым герметиком из швейцарии вот такой вот эрго уже достаточно давно я его использую больше семи лет и поверьте мне качество этого герметика очень высокого уровня он опять же не клеевой а просто фиксирующий то есть выкрутить его все-таки можно но первые 24 часа мы вообще не дотрагиваемся оружие после установки винтов на этот герметик а после того как он застынет в резьбовом соединении ну достаточно сложно выкрутить эти винты иногда надо даже подогревать немножко бытовым феном это соединение чтобы выкрутить и винты затягивать эти винты мы будем используя специальную динамометрическую отвертку которую мы выставим необходимое нужное усилие затягивания и для того чтобы приступить к этой работе я предлагаю вам для начала обработать эти винтики специальным я использую просто обыкновенный медицинский спирт для того чтобы соединение в этих винтах с резьбой было идеальным чтобы они очистились спирту соответственно резьбовые соединения на самой винтовки я уже проливаю этим спиртом использую такую ватную палочку сейчас это все высохнет и спирт достаточно быстро испаряется резьбовое сведение будет идеальным потому что все вычищено спиртом сейчас мы посмотрим насколько садится хорошо я сейчас центрую отверстие в планке с отверстиями на ствольной коробке и вот сейчас могу вам показать что эта посадка просто идеальная я с хорошим усилием нажимаю на планку и никаких люфтов никаких подвижек здесь нет все идеально находится в состоянии которым нам необходимо теперь использую пинцет на салфетку после того как у нас обработались эти винты спирте я их вытаскиваю они сейчас подсохнут немножко вот так вот по салфетке погоняем и теперь обратите внимание что у нас пара винтов коротких это для передней части планки и пара винтов длинных это для задней части планки там где как раз есть утолщение у данной планки у нас торкс 15 и для того чтобы установить я одеваю этот винтик на торкс и наношу на него небольшую капельку герметик вот этой капли абсолютно достаточно для того чтобы фиксировалась правильно данная планочка закручиваем пока не используя не используя динаметрическую отвертку таким вот ключом берем винтик 2 уже поменьше накладываем капельку резьбового фиксатора и закручиваем передний винт излишки герметика мы потом протрем и еще один передний теперь мы немного подтягиваем каждый винтик и переставляем данные торкс на динаметрическую отвертку установочное усилие затягивание этих винтов не более двух с половиной ньютонов на метр сейчас я прибавлю до двух с половиной как положено потому что сначала усилие делается минимальным то усилие которое мы использовали как раз предназначено для того чтобы данные винты не повредились не лопнули никаких изменений не внесли в установочную конструкцию теперь используя ватную палочку я соберу излишки этого герметика с поверхности и изнутри отверстие под винты теперь планка установлена для того чтобы правильно поставить прицел оптический нам необходимо использовать я использую данном случае вот такой прибор на саму планку на горизонтальную часть я ставлю магнитный вот такой уровень и выставляю так чтобы глазок этого уровня находился посередине засечек которые сделаны специально для контроля на ствол мы надеваем 2 уровень более сложные с такими барашками вращающимися которые позволяют нам его затянуть в передней части чтобы нам нам не мешал для установки и теперь для того чтобы правильно установить нам необходимо совместить показания вот этого уровня с уровнем который у нас находится на стволе то есть таким образом мы как бы сказать параллелем вот эти показания для того чтобы в дальнейшем уже устанавливая оптику сам оптический прицел оптическую трубку мы будем использовать передний уровень потому что заднего уже не будет сейчас показания горизонтальности планки установлены на ствольной коробке абсолютно одинаковые с показаниями уровня который установлен у нас передней части ствола оба уровня находятся посередине между засечками снимаем задний уровень и теперь мы можем приступить уже к установке моноблока для того чтобы впоследствии на него установить оптический прицел у данного моноблока спор вы видите очень хорошая такая мощная прижимная планка она единая целая и торкса мы уже используем двадцатка на планке есть цифры 1234 это специальный помощник для того чтобы затягивать данные винты очередно по цифрам которые указаны на планке внизу на проточке под установку находится вот этот упор который и попадает как раз у нас туда куда необходимо по длине в промежуток вот этой планки вивера вы знаете сами что конечно же необходимо сразу же упереть данный моноблок вот этим выступом в планку в переднюю часть потому что сила отдачи все тянет вперед и таким образом мы сейчас подтягиваем эти винты и точно так же как и винтики на планке мы будем сейчас их обрабатывать спиртом и затягивать используя динаметрическую отвертку которая естественно даст нам необходимые усилия для того чтобы правильно был затянут этот винт на данный винт я думаю усилия не меньше пяти ньютонов на метр можно использовать потому что достаточно мощные винты ничего с ними не будет но данных указаний по затягиванию в споре этих винтов нет есть только указание на то что мы винтики которые крепят полукольца устанавливаем с моментом затяжки от 1 9 до 2 9 ньютон на метр на этому что мы будем использовать среднее значение 2 и 4 обработался этот винт давайте сразу же выкрутим еще один номер два которого нас я выкрутил номер один теперь номер два это уже обработаем их спиртом наносим небольшое количество резьбового герметика вот этого достаточно и устанавливаем его отверстие в котором он и будет фиксироваться на резьбовой герметик немножко подтягиваем выкручиваем винт номер три для обработки достаем винт номер два и раз у нас винт номер один уже стоит можно винт номер четыре тоже выкрутить для обработки все достаточно хорошо он обсох у нас и можно его устанавливать уже на свое место вниз до номер два также покрываем его герметиком и закручиваем берем винт номер три номер четыре тоже достаем сразу же замачиваю в этом спирте винтики которые у нас будут участвовать в креплении полу колец верхних и вытираю от спирта данные винты накладываю герметик и вкручиваю винт номер три и последний четвертый тоже вытираем накладываем герметик и вкручиваем обратите внимание один два три четыре от центра в стороны теперь ставим этот торкс на диаметрическую отвертку примерно 4 ньютона на метр и начинаю затягивать с первого винта установим сейчас четыре с половиной все данном случае все четыре винта затянуты с усилием четыре с половиной ньютона на метр для данного калибра для данного моноблока этого достаточно за глаза и теперь мы можем приступить уже непосредственно к установке оптического прицела на данный моноблок для того чтобы правильно установить мы естественно сейчас его наживим на полокольцах еще раз обратите внимание что крепление данных колец данных полу колец находится диагонально и никоим образом не закраживают нам показания тех лимбов которые у нас участвуют в пристрелки поправках данного оптического прицела это одно из самых главных преимуществ этого моноблока этого изготовителя теперь мы перед тем как установить проверим насколько удобно мне будет из него стрелять для этого мы сейчас опять же на салфетку выкладываем вот эти винтики уже помытые и и подсередно был вкручивать для того чтобы немножко прихватить и посмотреть насколько правильно я установил его по длине вы знаете что расстояние от зрачка до первой линзы у стрелка должно быть комфортно для того чтобы производить выстрел для того чтобы показания самого оптического прицела были самые идеальные и в данном случае это расстояние классифицируется граничит где-то от 80 миллиметров до 100 кому как удобно мне удобно где-то в районе 90 сейчас я возьму винтик и мы два полукольца просто немножко наживим для того чтобы можно было вскинуться и при и посмотреть насколько мне удобно смотреть данный прицеливаться в данный оптический прицел поэтому сейчас мы просто снимаем я присяду и посмотрим насколько мне удобно по привычке по установке я вкладываюсь и мне очень хорошо я вижу полностью никакого залуния нет и расстояние моё стандартное все теперь можем продолжить установку и теперь бы как раз я хотел проверить то что мы говорили о чем мы говорили в начале нужно ли делать притирку данных колец или нет для этого мы сейчас выкрутим винты обратно одно полукольцо мы снимаем вторую аккуратного выкручиваем и придерживаем одновременно оптику теперь оптику вытаскиваем и теперь используя вот эти центрирующие приспособления которые у нас находятся в комплекте для установки с притирами мы посмотрим насколько ровно ложатся здесь кольца для этого опять же затянем по два винтика этого достаточно абсолютно желательно это сделать по диагонали делаем небольшое затягивание буквально от руки и теперь нам нужно просто посмотреть на кончики вот этих как они соединятся практически в ноль соединяется данные наши вот эти гвозди так называемые этих приспособлений это говорит о том даже вращаем и получаем единую точку это говорит о том что соосность этих колец установленных отфрезерованных в единого куска моноблока очень четко подогнаны то есть здесь притирки этих колец просто делать бессмысленно я использую вот эти приспособления покажу вам на примере малокалиберной винтовки мы посмотрим насколько там соосность хороша в данном случае я абсолютно не вижу никаких предположений того чтобы необходимо было притирать данные кольца вы помните что я обрабатывал отверстие с полу с помощью ватной палочки тоже спиртом вот таким образом этот спирт затекает в резьбу тем самым очищая его эту резьбу от всего лишнего обильно смачиваем спирт очень быстро выветривается излишки сразу же промакиваем салфеткой вот уже он и выветрился в сущности теперь на то расстояние которое мы уже запланировали она была приблизительно вплотную вот к задней части данной оптической трубки никогда ни в коем случае вот в этом месте не ставьте абсолютно впритык данный прицел при установке второго полукольца можно повредить сам прицел а соответственно и сами показания данного прицела всегда нужно делать небольшой зазор как спереди так и сзади нашем случае это приблизительно вот такое расстояние теперь используя винтики мы устанавливаем их полукольца и начинаем вкручивать эти винты еще не используя не используя резьбовой герметик потому что мы их будем потом выкручивать и поочередно когда уже будет установлено у нас правильно полукольцо когда оптика уже будет стоять по уровню тогда мы будем отдельно каждый винт выкручивать и используя резьбовой герметик фиксировать его непосредственно уже с герметиком вкручивайте сразу все винты для того чтобы у вас было самое точное показание потом очередность выкручивания и вкручивания я покажу стараюсь максимально не дотрагиваться до резьбовой части винта держу его только за головку все винты у нас закручены специально немножко ослабляем данном случае я это делаю с верхней частью мы сразу же с вами друзья проверяем какой у нас зазор снизу и сверху потому что для того чтобы была правильная затяжка необходимо чтобы этот зазор был одинаковым можно увидеть что здесь приблизительно миллиметр между верхним полукольцом и основанием а здесь немножко больше поэтому внизу отпускаю а вверху затягиваю вот теперь приблизительно одинаковые здесь и здесь и здесь и здесь если у нас есть возможность вращать сам прицел данном случае она у нас есть он достаточно туго но все равно вращается вот теперь мы используем вторую часть данного приспособления выставляем уже винтовку на ноль переднюю часть у нас глазок как раз находится между двумя засечками ставим на плоскую часть самого прицела это в данном случае верхний барабан по вертикальной поправки и начинаем сравнивать показания вот этого уровня с тем уровнем который у нас закреплен вы помните он закреплен и сориентирован относительно планки то есть нам сейчас добиться нужно чтобы прицел был параллельно планки а это для этого нас просто помогает вот этот второй уровень который закреплен на стволе и таким образом мы добиваемся правильного показания на обоих уровнях вот сейчас данном случае у меня уровень на стволе между засечками посередине и уровень который находится на верхнем барабанщике тоже посередине мы делаем первые затяжки параллельно снизу и сверху еще раз проверяем все идеально подтягиваем теперь вторые винты обратите внимание еще не использую динаметрическую отвертку я просто прихватываю эти винты обыкновенным т-образным ключом диагонально четыре винта мы уже затянули и там и там и теперь мы можем совершенно спокойно снять данное приспособление чтобы она не упала и будем заниматься уже непосредственно затягиванием всех остальных винтов для того чтобы у нас было точное затягивание необходимо это делать диагонально а потом уже непосредственно средний так скажем от руки мы все винтики уже затянули еще раз проверяем показания данного уровня ничего не изменилось все соосно теперь мы можем спокойно снять этот уровень снять уровень который у нас на стволе и заняться окончательные уже окончательной затяжкой винтов которые держат у нас полукольца используя уже резьбовой герметик для этого мы будем очередно выкручивать винтики диагонально и намазывать их герметиком устанавливать сразу обратно тоже это делаем пока с обыкновенным т-образным ключом вот таким образом я выкрутил положил капельку герметика и закрутил обратно так как они у нас немножко подтянуты передние и задние никаких показаний не изменится от того что выкрутили один винтик чем характерны эти моноблоки и вообще кольца от компании спор то что у них не по 4 винта как у обыкновенных и максимально стандартно распространенных полок колец для установки а по 6 то есть они не пожалели и сделали вот такое мощное широкое крепление и с этой стороны конечно очень важно что данное крепление максимально правильно распределяет нагрузку на установленную трубку оптического прицела и ко всему прочему меньше травмирует эту трубку за счет такой широкой части также хочу сказать что есть и небольшой минус в данном креплении и вы поймете друзья почему при такой ширине колец у нас несколько ограничена возможность подвижки данного прицела вообще любого прицела в данных кольцах обратите внимание что если сзади у меня зазор где-то миллиметра два то спереди до начала конусной части трубки оптической где-то миллиметров 8 то есть назад вперед это прицел практически уже не могу двигать так что ну так как нам нужен этот зазор а назад я могу подвинуть буквально миллиметров на 6 но это только если мы не используем саму планку по планке мы тоже можем двигать данный прицел но все равно некоторые ограничения движения все-таки есть последний винт я установил с резьбовым герметиком теперь я их просто всех все немного обтяну от руки и далее мы будем уже использовать динаметрическую отвертку для того чтобы добиться одинакового усилия на каждом винте переставляем торкс на динаметрическую и устанавливаем усилия где-то в районе двух и и поочередно начинаем вкручивать диагонально винты которые у нас отвечают закрепление верхних полуколец так как винты очень мощные никакого повреждения мы не добьемся теперь я прибавляю буквально до двух с половиной как мы с вами договаривались потому что в сущности можно и 2,9 использовать но я бы больше не стал потому что ну я не вижу смысла затягивать еще больше но подтянуть уже на то усилие которое необходимо для данного моноблока все с установкой затяжкой мы закончили теперь я еще раз обработаю и уберу излишки резьбового герметика с поверхности полукольца и винтиков таким образом и на этом закончили сейчас я еще раз вскинусь для того чтобы понять насколько правильно хоть и по уровню установлена данная оптика ну я вижу невооруженным глазом что вертикаль и горизонталь просто соответствует тому необходимому уровню который заложен уже непосредственно установкой оптического прицела теперь друзья приступаем к установке оптического прицела на карабин от компании чизет из чехии эта модель чизет 457 black raven в калибре 22 лр это малокалиберная винтовка и начнем мы того с того же что и делали с бергарой начнем с безопасности извлекаем магазин извлекаем затвор и визуально проверяем нет ли боеприпасов патронники все чисто ничего нет и теперь мы можем приступить к установке для начала я по себе примерю расстояние на котором мы будем устанавливать кольца для того чтобы приблизительно понять где мне поставить кольца относительно вот такого такого размера прицела обычно я делаю это по срезу рукояти приклада данного оружия и поэтому мне нужно приблизительно хотя бы понять где можно было бы установить кольца если я поставлю вот дальнее положение сюда то мне конечно будет слишком близко поэтому мы будем сдвигать в эту сторону и объясню почему у данных колец от компании чизет вы видите эту маркировку одно основание имеет вот такой фиксирующий винт он специально расположен для того чтобы вот в этих вот отверстиях которые сделаны на сверху на ствольной коробке мы могли вставив на ласточкин хвост и закрепив еще и зафиксировать вот этим вот контролирующим винтом поэтому я установлю данное кольцо в передней части а в задней части она уже будет у нас гуляющие так называемое плавающие сейчас мы шестигранником выкручиваем шестигранник два с половиной выкручиваем винты и устанавливаем этот передний переднее кольцо в передней части на ласточкин хвост поджимаем и теперь у меня есть возможность с помощью шестигранника полтора миллиметра вкрутить вот этот винт который зафиксирует дополнительно данное кольцо для того чтобы не было никаких подвижек при стрельбе это так называемая лапоотдача и и так скажем прототип в данном случае делаем эти движения пока не упрется этот винт свою выемку теперь крепим второе кольцо на ласточкин хвост приблизительно в среднем положении поправки мы можем делать по ходу установки поэтому я его просто наживляю хотя передняя она у нас уже но практически зафиксировано кольца как вы понимаете несъемные теперь еще раз примеряемся я теперь понимаю что в заднем положении достаточно хорошо будет моё кольцо выглядеть даже чуть-чуть можно подвинуть вперед обжимать винты которые у нас крепят кольца к ласточкиному хвосту на ствольной коробке мы будем впоследствии потому что их можно выкрутить поочередно добавив туда резьбового герметика установить сейчас я хочу проверить опять же соосность этих колец с помощью тех простых приспособлений которые у нас есть в оборудовании для притирки колец выкручиваю винты слегка выкручиваю для того чтобы только посадить эти приспособления одно посадили теперь второе для этого нужно просто приподнять полу кольцо и для того чтобы было какое-то понимание нам необходимо хотя бы немного обтянуть эти полу кольца на нижних частях теперь мы сочленяем эти гвозди полу колец и смотрим какой у нас результат в сущности мы видим что кончиками этих гвоздей оба приспособления касаются просто идеально это говорит о том что сами кольца очень качественно изготовлены это говорит о том что ствольная коробка сделана из единого куска металла и отфрезерована одним проходом поэтому соосность по линиям ласточкиного хвоста и соосность колец но просто близка к идеальной поэтому принять решение о притирке колец мы сможем только когда посмотрим на саму поверхность этих колец для этого сейчас мы обратно убираем эти приспособления выкручиваем все винтики и будем смотреть каким образом поверхность этих полу колец обработана поверхность достаточно серьезно ребристая давайте я проведу вот так вот поверхность ребристая не только для того чтобы эти кольца можно было притереть и максимально подогнать данная поверхность дает возможность при затяжке из при правильной затяжке винтов этих полу колец максимально хорошо прижать эту трубку оптического прицела к нижней части колец поэтому я сделаю минимальную притирку раз у нас гвозди данных механизмов сошлись практически идеально да но для того чтобы притирку приступить притирки нужно сделать еще немножко несколько манипуляций опять мы решаем вопрос с горизонтальность установки для этого мы ставим просто уровень на поверхность ствольной коробки на горизонтальную часть и теперь устанавливаем в передней части ствола второй прибор точно такой же уровень только на специальном держателе для того чтобы можно было его максимально прочно закрепить на стволе здесь специальная резиновая прокладка сделано для того чтобы это во первых не вредило стволу во вторых не было никаких движений у данного механизма по отношению к стволу выставляем глазок уровня посередине между рисками пузырек и пытаемся навести пузырек в ответной части в такого же положения вот в таком положении у меня оба пузырька одинаково между рисками убираем заднюю часть теперь для того чтобы приступить к окончательной притирки я бы еще примерил прицел на нижнюю часть колец потому что в некоторых случаях в зависимости от размера вот этой трубки тогда нам могут помешать прицельные открытые прицельные приспособления данном случае целик вкладываем наш прицел в свое положение куда это необходимо и смотрим на целик вот если в этом переднем положении мы оставим наш прицел то целик практически не мешает но для того чтобы избежать какие-то повреждения самой трубки и касание этого целика я все-таки его сниму для этого использую шестигранник размером 1 миллиметр вставляю и выкручиваю винтик который отвечает за крепление самого самого целика который находится у нас на основании целика основание целика абсолютно нет никакого смысла снимать так как он вообще никаким образом нам не помешает обратите внимание тут есть достаточно большой зазор теперь мы сделали все что нужно для подготовки к притирке и занимаемся этим делом для притирки мы используем притирочник это вот такой цилиндр металлические с ручкой поперечной который позволяет нам вложившись сюда производить притирку притирку мы производим с использованием обыкновенной мало зернистой пасты для притирки абразивная паста я беру немножко этой пасты и накладываю это смесь притирочную на поверхность нижней части колец делаю это все очень аккуратно особенно жирно это делать не нужно можно просто чуть-чуть этой пасты нанесли на поверхность и прежде чем производить притирку я все-таки произвожу некоторые защитные мероприятия в данном случае чтобы защитить от попадания данной пасты ствольную коробку внутрь я просто закрываю это все стрейч пленкой она очень помогает нам избежать попадания всех элементов которые будут выходить из под притирочника при притирке и ничего у нас не испачкается и не повредится у нас остались только нижней части колец теперь мы вкладываем в них сам притирочник в среднее положение и защелкиваем на этом притирочнике верхние полукольца вставляем опять таки все восемь винтов обязательно сейчас мы будем отслеживать чтобы расстояние между полукольцом и нижней частью колец со всех со всех сторон был одинаковым это просто говорит о том что установка сделана правильно это эстетически правильно и это ко всему просто ко всему прочему правильно технически потому что равномерность пережать и за счет от этого одинакового расстояния будет самый идеальный закручиваем 7 8 винт данном случае пока очередность затяжки совершенно не важно теперь проверяем расстояние вот здесь у нас расстояние немножко больше и откручиваю задние винты и передние вкручиваю для того чтобы это расстояние сравнялись приблизительно одинаково никаким нутромером ничего и промерять не нужно потому что здесь это все условно только для того чтобы это было правильно вот приблизительно одинаково у нас вот эти вот зазоры между кольцами теперь мы начинаем вращательное движение и соответственно эти вращательные движения начинаем чередовать с поступателями в данном случае по движению самого притира особенно по тем прибором которые нам показали достаточно точную посадку соосность данных колец я понимаю по движению притиры что кольца в сущности очень хорошо соосны но притирку мы все равно сделаем для того чтобы это было наглядно во первых вы посмотрите насколько притерлись кольца сами и во вторых для того чтобы еще более точно посадить рубку оптического прицела на данные кольца сейчас начинает слабить соприкосновения данного притира с кольцами и мы можем себе позволить немножко подтянуть винтики для того чтобы немножко сжать эти кольца и продолжать притирание опять туговато это ходит но после того как вы делаете несколько движений вас начинает ходить слабее данный притир по тому следу который оставит притирочник вы сразу увидите насколько стерлись внутренние поверхности этих колец значит кольца специально сделаны с ребристой поверхностью для того чтобы вершинки вот этих ребер и стачивали за во время притирания вот я думаю что этого притирания достаточно так как они и так были у нас практически идеальны мы сейчас ставим в положение ручка вниз и выкручиваем сначала одно полу кольцо снимаем сразу же размещаю наши винтики спиртовом растворе для того чтобы они очищались от разнообразных загрязнений масел наливаю сюда баночку выкручиваю и поочередно их туда складываем как учили меня мастера в чехии когда я проходил сертификацию достаточно половины от продольной части полу кольца для того чтобы она была протерта чтобы была правильная установка но все же когда кольцо притерто полностью это еще идеальнее вот вы видите поверхность этого кольца практически полностью покрыта притирным порошком снимаю второе полукольцо и посмотрим в каком состоянии находится притирка на переднем кольце делаем это аккуратно потому что притирочник тяжелый и все это может упасть здесь тоже практически полностью притерто кольцо теперь мы наше оборудование протрем от просто притирочный положим его на место и тщательно обработаем нижние части колец и верхние части колец тоже удалив все остатки притирки вы видите что темная поверхность остается вот так вытираем очень тщательно еще предлагаю обработать данные поверхности спиртом я это делаю всегда это всегда правильно обработать все досконально поверьте мне что этого абсолютно достаточно для того чтобы наш оптический прицел установился на данные кольца абсолютно правильным образом я думаю что на этом мы закончим и теперь мы вытаскиваем на салфетку наши винтики для того чтобы их просушить и начинаем установку оптического прицела для этого мы ставим его в то положение которое я уже вам показывал здесь это миллиметра три еще раз повторюсь что нельзя нам чтобы какое-то касание колец находилась происходило вот во всех этих местах данном случае я оставляю зазор в передней части задней немножко больше но за счет этого мы сейчас выиграем положение данного прицела по отношению к моему глазу полукольца застегиваю сверху и поочередно одевая на биту наши отвертки эти винты с помощью пинцета вкручиваем данные винты свои места на кольцах особенно аккуратно надо это делать с первыми винтами потому что у вас ничем не защищен прицел и он держится за счет своей массы ну вот мы два винтика уже вкрутили теперь бояться не за что сейчас мы просто вкручиваем обработку герметиком резьбовым мы будем делать уже после того как отрегулируем по уровню данный прицел и будем выкручивать как предыдущем случае с бергары поочередно и по крест-накрест закручивать будем эти винтики уже с резьбовым герметиком и уже будем докручивать их до полной установки с помощью динаметрической отвертки берем последний восьмой винтик сейчас я произведу крайнюю проверку расстояние от глаза до первой линзы как я вам уже говорил в предыдущем случае оно должно быть от 80 до 100 миллиметров для этого мне нужно присесть вытащили данное оружие из станка прицелились как обычно вложились я понимаю что у меня прицел установлен по моему как я обычно это делаю с хорошим с отличным расстоянием никаких злунений очень хорошо просматривается все в этот прицел продолжаем установку и приступаем к окончательной регулировке данного прицела по уровням для того чтобы выставить его правильно у данного прицела тоже есть плоская часть это вот эта вот крышка вертикальной поправки и установив пузырек этого переднего уровня между двух рисок точно начинаем вращать данный прицел сейчас он у нас не двигается потому что винтики немножко пережатая ножка их отпускаем для того чтобы была возможность повращать и начинаю вращать и пытаемся сделать то же самое с уровню который находится у нас здесь на крышке верхней поправки вертикальный добились мы этого результата оба пузырика у нас находится посередине между засечками и теперь мы можем снять и начинать обтягивать эти винты до такой степени чтобы у нас не менялось положение данного прицела делаем это тоже диагонально одновременно проверяя чтобы зазор между кольцами полукольцом верхнем и нижнем было одинаково давайте еще раз проверим показания данных уровней задний уровень и передние абсолютно одинаково выглядит все установка закончена теперь мы можем спокойно снять я бы сказал не установка регулировка закончена и теперь остается нам только вместе с герметиком обжать данные полукольца для того чтобы закончить установку оптического прицела для этого мы будем выкручивать каждый винтик отдельно диагонально и прокапывать на каждый винт по капельке резьбового герметика резьбового фиксатора кто как хочет называет диагонально выкручиваем задний винт и точно также намазываем его герметиком капелькой от того как точно мы установим данные прицелы будет зависеть к естественной точность нашего выстрела это аксиома поэтому мы стараемся сделать это максимально идеально соответственно если прицел установлен правильно горизонте и вертикали то и пристрелка данного прицела будет достаточно легкой и не займет долго много времени а самое главное не истратит стрелок много боеприпасов для того чтобы сделать эту пристрелку идеальный помимо того что прицел должен стоять по всем канонам выставлен правильно он должен быть выставлен еще и прочно если в данном калибре 22 лр это не настолько страшно потому что достаточно легкий калибр и подвижек от отдачи здесь практически не может быть то начиная со средней группы калибров а мы ставили только что с вами на бергару калибра 308 который относится к средней группе это уже более чем важно закрепить его точно по всем канонам указанным в установочных характеристиках данных колец или моноблока если в бергаре мы ставили споры там была заявленная от 1 9 до 2 9 ньютон на метрах усилия закручивания винтов колец в данном случае мы затягиваем кольца с усилием 2 ньютона на метр это годами уже сложившиеся у меня из практики усилия и я не делаю его больше для того чтобы не повредить ни прицел не кольца не винтики подтягивание идет попеременно крест-накрест с передних и задних колец как только мы прощелкаем все винты можно считать что установка завершена закончили с установкой и теперь осталось только аккуратно обработать места посадки винтов спиртиком для того чтобы убрать излишки загрязнений полученных от герметика резьбового и теперь можно снять наши изолирующие материалы чтобы освободить оружие перед пристрелкой друзья ну что настало время приступить теоретической части нашего видео и в нее расскажу насколько важна вот эта холодная пристрелка перед той пристрелкой которую мы будем делать на стрельбище для чего она вообще существует холодная пристрелка делается для того чтобы на стрельбище или в тире вы как можно меньше времени уделили пристрелки конкретного прицела который установлен на ваш карабин и самое главное использовали минимум патронов для того чтобы сделать эту точную пристрелку пристрелка холодная является не точной но она позволит вам как раз вот эти все соблюсти предварительные работы которые вам позволят максимально быстро сделать уже точную пристрелку я знаю всего два способа вот этой холодной пристрелки постараюсь сейчас вам их рассказать и показать наглядно конкретно вот на этой доске и мы думаю что вы увидите как это просто я делаю это все время я постоянно это делу занимаюсь этим и для меня не составляет труда вам это подробно рассказать первый способ холодной пристрелки так называемый дедовский представляет себя очень простой способ когда вы закрепив оружие ваш карабин в станке и зафиксировав его извлекаете из ствольной коробки затвор и производите эту холодную пристрелку через канал ствола то есть вы смотрите через канал ствола на какой-то предмет в данном случае наша организация находится на в промзоне я через окно смотрю на какое-то здание беру сначала где-то 25-30 метров я для своего объекта выбираю допустим окно какое-нибудь окно с хорошим переплетом то есть есть перекрестие рамы да и я делаю так чтобы канал ствола выглядел вот таким образом то есть перекрестие вот этой вот рамы на здании который у меня находится там на расстоянии 25-30 метров у меня сейчас через канал ствола находится посередине зафиксировали вот это положение стараемся аккуратно не трогать оружие чтобы у вас все время это положение находилось в таком виде далее вы смотрите теперь уже установленный оптический прицел который у вас на вашем оружии уже установлен и у вас есть естественно на этом оружии какая-то сетка допустим вот такая через этот оптический прицел я думаю что в любом случае как бы вы не устанавливали вы все равно эту раму уже найдете то есть она будет вот таким образом выглядеть данном случае сейчас у нас рама смещена на где-то на пол восьмого по отношению циферблата если рассматривать этот образом и теперь делая поправки вертикальные и горизонтальные лимбами которые установлены на наши оптики вы стараетесь привести значение данного перекрестия рамы к этому перекрестию вашей сетки которые находятся на вашем прицеле это сделать достаточно просто не знаю не надо не делать никаких расчетов зная что у вас аккуратно закреплена ваше оружие вы делаете поправки смотря только в линзу вашего оптического прицела сводите сюда потом проверяете один раз буквально визуально видите что это перекрестие у вас находится посередине вашего вот этого канала ствола этого этой окружности и смотрите когда у вас это перекрестие совпадет естественно совпадет с тем перекрестием которые у вас есть на вашем оптическом прицеле естественно данный способ конечно же очень подходит для средних и крупных калибров то есть начиная средней группы там самый распространенный это 308 винчестер и кончая там девятками 375 300 винмаг понятно что этим способом очень сложно пристрелять допустим малокалиберную винтовку потому что канал ствола минимальные и увидеть какую-то предмет какое-то перекрестие на таком расстоянии очень сложно второй момент этот способ абсолютно не подходит для полуавтоматов у которых вы не можете извлечь затвор и не можете просмотреть через канал ствола для этого и существует второй способ более точный способ холодной пристрелки при помощи лазерного патрона как устанавливается лазерный патрон для холодной пристрелки в патронник данного оружия в данном случае у нас бергары b14 hmr в 308 калибре мы подбираем специальные патроны именно 308 калибра и для того чтобы активировать лазерные целевый указатель нам нужно установить батарейки одну за другой и вкручиваем заднюю часть этого патрона лазерные целеуказатели активированы вы видите достаточно четкая метка теперь мы его устанавливаем в магазин данного оружия и магазин защелкиваем и производим как бы заряжание данного патрона в патронник он находится в патроннике и теперь мы видим четкую метку которая выходит из дульного среза теперь мы и будем ее использовать для того чтобы делать холодную пристрелку данного карабина я специально на задней части этого патрона сделал надфилем засечку такую покажу ее крупнее вот здесь есть засечка поверьте мне я нарисую сейчас ее на нашем стенде она выглядит вот так задней части вот такая засечка для чего она мне нужна для того чтобы проверить лазерный патрон или проверить соосность вообще патронника с каналом ствола насколько данные луч лазера выходит соосно а самому лазерному патрону мы начинаем вставлять отметить для себя каким-то образом этот патрон я вставляю как правило его вертикально сначала засечка вверх и начинаю двигать его по окружности сделав полный круг 360 градусов что это нам дает вы берете на противоположной стене вашего допустим здания какой-то предмет на котором можно сфокусироваться там это какой-то светильник или перекрестие опять же окна и мы обращаем внимание что допустим первая точка у нас находится вот здесь лазерного патрона при вращении она вот таким образом смещается это говорит о том что лазерный патрон имеет какую-то погрешность и еще можно сказать что важный на патрон либо пристрелочный патрон либо не очень точно находится в патроннике для этого мы всегда делаем запирание затвором для того чтобы прижат был этот патрон либо у него несоосно выход вот этого лазера из самого патрона это не самый важный момент потому что на качество нашей предварительной холодной пристрелки это очень сильно не повлияет поэтому просто проверяем насколько этот разбег большой теперь расскажу как делается холодная пристрелка лазерным пристрелочным патроном для этого мы устанавливаем патрон в патронник и подпираем его затвором данном случае я делаю засечка вверх чтобы у нас было одно единое положение и точно также в станке очень четко фиксируем наше оружие и ориентируем на здание какое-нибудь здание в данном случае через окно моей мастерской я могу сфокусировать его и на 100 и на 200 метров но я беру метров 50 для того чтобы но было более точные пока отметка видно лучше это делать всегда в темное время суток для того чтобы отметка была более точной на стене какого-нибудь здания я нахожу перекрестие окна и довожу настройку станка таким образом чтобы отметка моего лазерного патрона вот эта точка попадала как раз вот это в перекрестие все зафиксировали максимально стараемся не шевелить это оружие не трогать и смотрим чтобы у нас время . совпадала с этим перекрестием теперь опять мы рисуем трубку нашего прицела который установлен на карабине у которого есть горизонтальные и вертикальные поправки есть какая-то сетка и по этой сетке через окуляр мы смотрим что это окно у нас находится допустим где-то вот здесь соответственно и . лазерного целеуказателя этого патрона пристрелочного тоже находится вот здесь теперь наша задача очень простая это все делается наглядно очень удобно и визуально очень хорошо наблюдается вам нужно эту точку свести в перекрестие вашего прицела точно также поправляя делая поправки щелчки визуального наблюдаете как эта точка начинает смещаться к центру вашего перекрестия прицела и в конце концов вы получаете данное окошечко с перекрестием и с этой точкой лазерного целеуказателя в центре что дает лазерный целеуказатель конечно же наш глаз не настолько точный прибор как в первом способе мы смотрим через канал ствола это настолько визуально все очень неточно то лазерный патрон конечно дает более точные показания качество вашей дальнейшей пристрелки на стрельбище лифтире уже будет совершенно другое и самое главное что в общем-то самое главное о чем стрелки говорят когда вы уже на стрельбище поставите ваш стенд и закрепите на нем вот эту студольную мишень для того что можно было делать хорошие расчеты вы начинаете стрелять и после вот этой холодной с пристрелки используя лазерные пристрелочный патрон вы точно попадете в какое-то место уже на самой студольной мишени когда вы сделаете первый же выстрел то вы расчетом можете сможете сделать поправки которые вам позволят меня минимально используя боеприпасы привести данный прицел на этом расстоянии к тому значению который необходим для точных выстрелов я думаю что эти способы были вам понятны если какие-то вопросы у вас возникнут предлагаю вам в ваших комментариях под этим видео естественно их задавать я на все эти вопросы отвечу ну и оставляйте ваши комментарии желаю вам удачных выстрелов и хороших холодных пристрелок а